Бобруйск Как закалялся хоккей в прошлом столетии И по горячим следам о турнире и задачах на предстоящем чемпионате мира поговорим с главным тренером молодежной сборной Белоруссии Дмитрием Дудиком На льду Бобруйск арены на прошлой неделе схлестнули клюшки хоккеисты из Белоруссии, Латвии, Дании, Австрии Турнир последний и основной перед молодежным чемпионатом мира в первом дивизионе, который уже меньше чем через месяц примет Минск Поэтому ставки на эти игры как никогда высокие ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В первый игровой день Беларусь принимала Латвию Кроме как победы, других вариантов у белорусов и быть не могло Больше пяти тысяч болельщиков гнали своих любимцев только вперед Стартовый отрезок хоть и получился безголевым, но сразу задал тон встречи Наши хоккеисты активно атаковали, чем создавали немало проблем галкиперу сборной Латвии Но распечатать ворота гостей удалось лишь ближе к экватору второго периода Егор Буяльский точным броском поддержал передачу Данила Климовича Третий период также прошел под контролем хозяев площадки и надо сказать, что мы могли увеличить преимущество Самым явным казался момент в конце финальной 20 минутки Наши хоккеисты почти две минуты играли в пятером против трех латвийцев Но белорусам не удалось еще раз огорчить гостей Финальная сирена зафиксировала минимальную победу красно-зеленых 1-0 Игра была очень активная, молодежный хоккей всегда предполагает большие скорости Никаких контролируемых выходов из зоны, все очень быстро происходит Но мы перебегали сегодня соперника, играли в более умный хоккей Реализовали свой момент И, конечно, лучше было бы, если бы мы все моменты реализовали Сегодня у нас было их очень много Но, тем не менее, я считаю, мы сегодня хорошо сыграли Во второй игровой день белорусы сражались против австрийцев Несмотря на высокую скорость и большой прессинг В реализации моментов у красно-зеленых не все ладилось Тем не менее, двух шайб вполне хватило для набора трех очков И для того, чтобы порадовать болельщиков Не надо ничего припадать, все идеально Отлично, молодцы, наши выигрывают Я думаю, что наши выиграют И этот турнир полностью выиграют И будут играть на чемпионате мира И мы выйдем в высший дивизион, ура! Победа будет за нами В матче за первое место белорусов ждали хоккеисты из Дании После достаточно скупых на заброшенные шайбы двух дней турнира Молодежная сборная Беларуси уже в первом периоде разорилась голевой феерии Четырежды поразив ворота дачан По разу отличились Пышкайло, Пальчик, Буяльский и Кочеловский Второй период прошел без забросных шайб И в заключительной двадцатиминутке Климойч забросил пятую, укрепив преимущество белорусов 5-1 и молодежная сборная побеждает в домашнем турнире Местом проведения турнира четырех наций Бобруйск был выбран не случайно Со стороны местных властей этому виду спорта уделяется огромное внимание В том числе и экономическая поддержка Градоначальник лично присутствует на многих матчах СР Лиги Б И такой международный старт он не мог пропустить Уверен, что в любом случае те успехи нашей команды, которые мы сегодня имеем Позволят нам, конечно, получить задор бодрости, уверенности И в конечном итоге получить те лидирующие позиции, которые должны мы иметь Но комфортная ледовая арена в Бобруйске была не всегда Впрочем, как и мастера жесткого спорта Как закалялся хоккей в Бобруйске Все просто, играли в него все и везде Однако самым первым экзаменом для бобруйских мастеров клюшки Стал чемпионат БССР 1950-51 годов Нельзя сказать, что в Бобруйске все ходили на коньках Но на заливавшихся футбольных аренах Спартака фабрики имени Держинского стадиона Фантока Фабрики имени Халтурина всегда было многолюдно Играть в хоккей умели все Вот и на стартовашем 1950 году, первом чемпионате БССР, Бобруйск не мог стоять в стороне Первопроходцами стали спортсмены гарнизонного дома офицеров Конечно, тягаться на рану со столичными командами было трудновато Но спустя некоторое время Бобруйск доказал, при желании все возможно Первый успех пришел в сезоне 1957-58 годов, когда бобруйские хоккеисты завоевали серебро В 60-е годы наши еще скромно стоят в очереди на пьедестал Однако уже в 70-е годы приходят и первые крупные успехи У руля бобруйского хоккея становится легендарный нос, он же Штейнбук Геннадий Иосифович Но сегодня более подробно поговорим о первом настоящем экзамене, который ждал Бобруйск в начале 50-х В Минске впервые был проведен чемпионат республики 1950-51 годов Никаких предварительных соревнований в районах, городах и областях республики не проводилось из-за отсутствия команд и инвентаря В первом первенстве БССР приняли участие три столичные команды Спартак, Динамо, Торпеда и две команды областей Гомельской и Бобруйской Всем соперникам наша молодая команда навязывала борьбу Сыграв четыре игры и победив в одной из них, мы заняли почетное четвертое место Дальше будет еще много чемпионатов и красивых побед, но это уже совсем другая история Какова цена победы и какие задачи ставит перед собой молодежная сборная на предстоящем чемпионате мира? Специально для передачи про хоккей главный тренер молодежки Дмитрий Дудик ответил на все вопросы У нас в гостях тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Дудик Во-первых, хочется поздравить вас с уверенной игрой, с уверенной победой С помощью чего и за счет чего удалось достичь вот такого результата? Спасибо, добрый вечер за счет слаженной работы всех составляющих Я бы так три назвал, это работа ребят команды, работа тренерско-административного штаба Ну и работа организаторов в лице федерации, министерства спорта и Бобруйского городского исполнительного комитета После тренировочного сбора вы не отсеяли ни одного игрока Почему хотели дать шанс каждому себя проявить? У нас не было плана отсеивать на этом тренировочном сборе никого План был посмотреть 28 человек Мы всех посмотрели Всем, кроме Арсения Спивака, дали сыграть Меньше месяца остается до главного события в жизни молодежной сборной Беларуси Как будете готовиться и главная задача? Готовиться будем по схеме, опробованной здесь на турнире Мы здесь прожили половину чемпионата мира без выходного Поэтому половина была тяжелее, нежели нас ожидает в Минске Цель понятная, даже не буду про нее говорить, потому что все очевидно План, как выйти в элиту есть, плана, как не выполнить задачу нет Это были самые горячие новости Бобруйского льда Смотрите нас на ютюбе и соцсетях С вами был Максим Кембель, увидимся на хоккее